Почему же необходимы все-таки прогулки на улице, да, и как они помогают бороться с твоей депрессией? Дело в том, что когда ты выходишь в реальный мир, волей-неволей ты потихоньку, так сказать, просыпаешься, да, потому что когда ты в своих четырех стенах в доме постоянно находишься, да, твои собственные мысли и твоя психика тебя начинает съедать. Ты буквально разлагаешься внутри себя, и ни к чему хорошему на протяжении долгого времени это не приводит. Как бы тебе хорошо там не казалось, да. Поэтому тонус реального мира необходимо сохранять. Необходимо сохранять тонус реального мира, выходить даже в хреновую погоду, просто хотя бы 15-20 минут подышать, посмотреть на небо, на деревья. Пусть проедут эти машины. Да, на небо, на деревья и на прочую природу. На людей даже можно смотреть, почему бы и нет. И как бы это очень сильно помогает от депрессии. То есть солнце, да, в ней содержится, ну, ультрафиолет, во-первых, витамин D, плюс, так сказать, эндорфины, то есть гормоны радости от этого тоже повышаются. Можете насчет этого видоса посмотреть у других блогеров. То, что от того, что гуляешь хотя бы на протяжении 3-4 недель по полчаса под солнышком, да, у тебя, так сказать, прилив дофамина тоже увеличивается, что уменьшает риск срыва на половом воздержании и не только. Вообще риск депрессии. Депрессия-то равно срыв, вы должны это запомнить. Сейчас тут солнышка особого нету, такое, знаете, осень как бы. Но я все равно вышел. И мне сейчас, если честно, очень хреново, я не знаю почему. Несмотря на то, что я вроде как воздерживаюсь, у меня, короче, другое какое-то расстройство. Я просыпаюсь утром, и у меня сердце, короче, но в пятки уходит. То есть на протяжении уже нескольких дней это происходит. Я не знаю, с чем это может быть связано, да, пытаюсь себе разобраться. Но вот свежий воздух, он отлично помогает мне, как бы, вот очищаться от всяких негативных мыслей. Потому что мышление, да, оно играет основную роль вообще в нашей жизни. Потому что на чем сфокусировано наше внимание, то в нашей жизни и будет происходить. Потому что мы будем заострять наше внимание только на этом. Кто-то живет в мире тревоги, да. Заострять внимание только на своих тревожных чувствах, таких же людях. И смотрит только такого типа контента. Кто-то про воздержание то же самое. Кто-то увлекается мистикой. Кто-то, как я, запутался. И так далее, и тому подобное. И когда ты найдешь, короче, свой основной путь, так сказать, что же все-таки тебе необходимо, да. Тогда, в принципе, тебе уже будет легче реагировать на какую-то критичную ситуацию. Вообще, если человек подключен изначально к своему источнику света, да. Что такое источник света, вы меня спросите. Ну, это такое ощущение, когда ты в детстве, допустим, чувство беззаботности испытывал. И любви. То же самое источник света. То есть у тебя море по колено, тебя ничего не пугает. Ты абсолютно спокоен. Так что это тоже играет немаловажную, так сказать, роль в нашей жизни. И нужно сохранять эту связь, понимаете, с божественным. Вот с этим детским сознанием своим. Потому что без него жизнь становится пустая и тревожная. Вот и все. Продолжение следует...